Если завтра придете, она еще... Эксперименты. 9 и 10 декабря всех жителей Республики Татарстан ждет большой волейбольный уикенд, который откроется центральным матчем 16-го тура женской суперлиги между Казанским Динамо и Красноярским Енисеем. Команда Решата Гелезудинова после важнейшей победы над Уралочкой в Лиге Чемпионов готовится к предстоящей встрече в хорошем настроении, находясь при этом на третьей строчке в таблице. Енисей же занимает пятое место, но в нынешнем сезоне соперницы уже дважды играли друг с другом. Дела у нас хорошо, работаем, готовимся уже к завтрашней встрече. Важная игра, потому что в последнее время игры с Синисеем у нас не складывались, и в гостях мы сыграли 3-2 с ними, на кубке мы, помним, проиграли эту полуфинальную игру. Это достаточно важный матч будет завтра для нас. Настроение казанских девушек и вовсе могло быть отличным, если бы не травма Ирины Королевой, полученной в матче против Уралочки. А в завтрашнем матче, скорее всего, пару центральных составят опытная Марина Марюхнич и совсем молодая 16-летняя Елизавета Кочурина. Заряга, ну, сегодня она еще не будет тренироваться, к сожалению, пока она не может этого сделать, да, восстанавливается. Буквально пару дней назад Енисей уже третий раз в сезоне сменил главного тренера, на позицию которого из протона пришел Юрий Николаевич Маричев. Я что-то уже запуталась, как они переходят, я захожу в зал, думаю, е-мое, мы что с протоном завтра играем? Две тренировки, третья тренировка была только небольшие, потому что, я думаю, слишком мало времени, чтобы что-то менять, что-то грандиозное. Юрий Николаевич, мы все знаем, ему мало времени, но я думаю, что все равно какие-то коррективы лично его уже будут. Лидерами Енисея является одна из лучших бомбардиров Суперлиги Анастасия Крайдуба, экс-динамовка Мария Фролова, Маргарита Курила, а прием цементирует Маргарита Панычева и Светлана Крючкова. Такая достаточно хорошая, крепкая команда, да, у них есть такой один ярко выраженный лидер, это Крайдуба, которая действительно очень много атакует, очень много приносит очков. Та же Фролова и Рита Курила, которые неплохо держат прием вместе с Светой Крючковой. Поэтому, если взять в целом по игрокам, то это получается у них такая крепкая команда. Хорошая команда, молодые игроки, очень такие амбициозные, очень в физическом плане, очень такие развитые, сильные нападающие, резкие, быстрые. Я говорю, как и показывали прошлые матчи, нам не было легко с ними, и завтра тоже не будет легко, поэтому это важный матч для нас. Матч между Казанским Динамо и Красноярским Енисеем состоится 9 февраля в 17 часов по московскому времени. В центре волейбола Санкт-Петербург вместе с вами мы зажигаем сердца. Пока я отдыхаю, вы можете подписаться на наш канал.